Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами обсудим случай эрозии и гнойных корок внизу живота. К нам обратился молодой человек, который длительно наблюдался у дерматолога в КВД по месту жительства. Сначала это был дерматит кожи, сначала глюкортистероидная маза, потом произошло дополнение антибиотиков и язва не заживала уже довольно долго, больше двух недель. Что было сделано? Были взяты с поверхности язвы посевы. Во-первых, что некие анализы, кроме сифилиса, спиды и гепатитов не были взяты, были взяты пассивы с поверхности язвы. Там стриптокок был обнаружен действительно и плюс к этому самое главное, что были издать ПЦР анализы на герпеса, в том числе и был обнаружен герпес зостр. Это опоясывающий лишай, когда появляется язвочка, часто после маленьких пузырёчков и, соответственно, пузырьки бывают пропущенные, тем более, что назначалась гормональная мазь, которая, по сути дела, пролонгирует персистенцию подобной инфекции. Затем были назначены мази с антибиотиком, мази фуцидина, фуцикорта, однако на герпес они никак не воздействовали, поэтому длительное существование подобного элемента было связано с тем, что герпес был первой причиной, а потом уже с помощью дерматологов, которые долго мазали гормональной мазью, присоединилась еще и вторичная инфекция. Естественно, что здесь даже тридерм, так любимые дерматологами, тетродерм не помогло. Здесь нужно сначала назначить противогерпетические препараты, как бы по типу того же Валтракса, Валвира, внутрь в соответствующих дозах, первое, второе, было назначено ультрафиолетовое облучение крови для поднятия иммунитета и противовирусной активности, были взяты анализы крови на опоясывающий герпес, ну и соответственно параллельно также был назначен наружно дарсонваль, потому что соответственно здесь необходимо подсушить эту язвочку, успокоить ее. Были назначены наружно примочки, влажно-высыхающие повязки с тем же самым обычным фурцелином, что помогло быстрому заживлению этого элемента, потому что в основе лежал именно опоясывающий герпес, от чего он так долго, скажем так, не подвергался этот элемент заживлению. Ну и соответственно через две недели постепенно произошло полное заживление с рубцом этого элемента, который правда потом еще долго болел из-за того, что он длительное время персистировал. К счастью, в связи с нормальностью иммунитета не произошло появление новых элементов, не произошло распространение подобного герпетического элемента, осложненного вторичной инфекцией, по другим участкам кожного покрова. Поэтому, чтобы поставить грамотный диагноз, даже дерматологам великим, нужен не только глаз, а совершенно простые доступные микродиагностики, посевы, ПЦР-анализы, которые помогают этому опытному глазу поставить правильный диагноз и назначить правильное лечение, основой которого в данном случае должны быть именно противогерпетические препараты, а не антибиотики. При необходимости диагностики и лечения различных высыпаний в области половых органов, кожи, в области паха, вы можете обратиться к венерологам и урологам нашего медицинского центра Платно КВД в Москве, у нас, примерно, грамотно специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных заболеваний. Ждем вас в нашей клинике. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, на наш канал Instagram. Спасибо за внимание.